Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную игрушку-лягушку. Можно ее сделать в качестве сплюшки просто, можно сделать в качестве грызунка. Также в голову можно вложить различную тарахтушку, в конечности можно вложить слингобусины, для того, чтобы можно было их грызть. У меня это просто холофайбер наполнитель, очень мягенькая игрушка. Я брала хлопок гипоаллергенный, игрушка является очень безопасной и на мой взгляд такой очень простой в выполнении, но красивой в итоге. По желанию в игрушку можно положить различные тарахтушечки, то есть более погремушку сделать, можно сделать просто мягенькую. Украсить можно ленточками, пуговичками, бусинками и так далее. То есть можно сделать жабку девочку, так и мальчика. Когда мы начнем красным цветом вязать вот этот ряд, то вы просто вяжете за заднюю стеночку его, вы по ходу вязания поймете где это, а переднюю можно стеночку оформить уже рюшечками, столбиками с накидом или без, или какие-то уже узоры такие вот ажурные. Оформите как юбочку. Ну это так, для тех, кто хочет девочку. У меня это такой унисекс получился игрушка, как для мальчика, так и для девочки. То есть я выбрала такие тона, чтобы подходила в принципе на любой пол. Получилась такая замечательная сплюшка-подружка. Вот, поэтому, конечно же, кому понравилось и интересно, присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать основной цвет зеленый. Затем для глаз нам понадобится для двух шариков немного белого цвета, для двух зрачков немного черного цвета и два дополнительных любых на ваше усмотрение цвета. Я взяла красный и бирюзовый, хотите можете взять желтый, в общем, желтый, коричневый, черный, розовый, в общем, любой-любой-любой цвет на ваше усмотрение. Я взяла пряжу хлопковую чистую, это Ализабелла, 180 метров в 50 граммах, под нее крючок у меня 1,7 и ножнички для обрезания кончиком. Наполнять я игрушку буду холофайбером, это вот такие вот силиконизированные шарики. И для украшения можете взять кусочек атласной ленточки, либо просто из этой пряжи можете затем связать шарфик на шею, то есть украсить на свое усмотрение. Можете использовать для декорирования игрушки какие-то различные вязаные цветочки, бусинки, пуговички, в общем, в принципе, все, что подскажет вам ваша фантазия. Также нам понадобится, конечно же, ваше хорошее настроение, мы начинаем вязать. Начну я вязание лягушки с головы, поэтому берем ниточку зеленого цвета, также нам понадобится небольшой кусочек ниточки другого цвета, я буду ее использовать как маркер. Вы можете взять пластиковый маркер, булавочку, кусочек ниточки, чем вам удобно будет отмечать начало каждого последующего ряда. Теперь берем ниточку основного цвета, обхватываем средний указательный пальчик, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в колечко провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке, стягиваем колечко. Стягиваем плотненько, чтобы не было никаких дырочек посерединке. И теперь в каждом последующем ряду мы будем добавлять в каждом ряду по 6 столбиков без накида. Итак, начинаем с первого ряда, вводим крючок в первую петельку или в первый столбик и сразу я буду ввязывать вот этот краешек ниточки, поэтому ложу на крючок и на петельку крайнюю ниточку и провязываю в первую петельку столбик без накида. И в каждую последующую из 6 столбиков мы будем провязывать по столбику без накида, плюс делать прибавление. То есть мы, получается, провязываем по 2 столбика в каждую петлю. Первый столбик я провязала и в эту же петельку провязываем второй столбик без накида. Затем в следующую столбик и сюда же столбик, то есть прибавление делаем. Как я вам говорила, провязывать будем то, что имеется и плюс делать 6 прибавлений в ряду. Итак, провязали во вторую петельку 2 столбика, далее в третью петельку 2 столбика, столбики прибавления, в четвертую петельку столбик и сюда же столбик без накида прибавления, в пятую столбик и сюда же столбик без накида прибавления, И в шестую последнюю петельку 2 столбика, то есть столбик провязываем над столбиком и делаем прибавление. У нас в первом ряду было 6 столбиков без накида в колечко мы провязывали. Теперь по окончании второго ряда, делав 6 прибавлений, то есть провязав каждую из 6 петелек по 2 столбика без накида, получаем по кругу 12 столбиков или 12 петель. Теперь в третьем ряду мы снова будем делать прибавление 6 столбиков, но будем чередовать уже. В одну петельку провязываем столбик без накида, в следующую прибавление 2 столбика без накида. Затем снова столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика. Для этого я предлагаю вам уже отметить начало ряда. Вот так вот натягиваем ниточку перед первой петелькой или первым столбиком, как вам удобно будет называть. И провязываем в первую петельку столбик без накида, во вторую петельку 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй. В третью петельку столбик без накида, в четвертую 2 столбика без накида в одну петлю, то есть прибавление. Снова чередуем столбик, в следующую петельку 2 столбика, снова столбик, 2 столбика в следующую петлю. И так нам нужно 6 раз провязать столбик без накида и в следующую петельку 2 столбика без накида. Вот я провязала столбик, в следующую петельку вяжу 2 столбика без накида в одну петлю, столбик и сюда же столбик. И последний раз я вяжу столбик без накида и в следующую петельку 2 столбика без накида. Мы дошли до маркера, до ниточки, которой отмечаем ряд. Вот у меня провязано последнее прибавление, поэтому переношу маркер в начало следующего ряда. Мы в этом ряду добавили к 12 столбикам предыдущего ряда еще 6 столбиков, поэтому в конце третьего ряда у нас по кругу 18 столбиков без накида. В четвертом ряду мы будем добавлять между прибавлениями еще один столбик, то есть будем вязать уже столбик в столбик, в третью петлю прибавления, 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, начинаем. В первую петельку столбик, во вторую петельку столбик, а в третью 2 столбика, то есть делать прибавления. Снова столбик, в следующую петлю столбик, в третью петлю 2 столбика без накида, то есть прибавления. Столбик и сюда же столбик. Это мы сделали второй раз. Всего нам нужно сделать 6 раз. То есть столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик, прибавление. Так, 6 раз. Вот, довязываем столбик, столбик, прибавление. Это у меня четвертый раз. Столбик, столбик, прибавление. Пятый раз. Прибавление это 2 столбика без накида в одну петельку. Еще раз вам напоминаю. И последний раз в столбик, в следующую петлю столбик и в третью. Мы провязываем 2 столбика, то есть делаем прибавление. Мы с вами связали снова прибавление 6 столбиков вокруг по кругу. Чередуя 2 столбика без накида прибавления, то есть в четвертом ряду мы с вами добавили еще 6 столбиков к 18. То есть 24 столбика по кругу мы уже имеем. Ставим в начало ряда наш маркер и начинаем вязать пятый ряд. Опять между прибавлениями мы будем добавлять 1 столбик. Поэтому в этом ряду мы чередуем 3 столбика без накида прибавления. Столбик первый, в следующую петельку столбик второй, в следующую петельку столбик третий. В четвертый столбик делаем прибавление 2 столбика без накида, провязываем в одну петельку. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, а в четвертую петельку 2 столбика без накида, то есть делаем прибавление. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, а в четвертую петельку делаем прибавление 2 столбика без накида, провязываем в одну петельку. И так нужно нам сделать 6 раз. Столбик 1, столбик 2, столбик 3. А в 4 петельку 2 столбика без накида в 1 петельку. В 4 раз делаем 3 столбика без накида подряд по столбику 3 раза. И в 4 вяжем прибавление. 2 столбика без накида в 1 петельку. 1 столбик и сюда же второй. И последний. Шестой. Раз. Столбик. Раз. Столбик. Два. Столбик. Три. И в конце прибавления. Как вы уже поняли по предыдущим связанным рядочкам, у нас прибавлением заканчивается каждый последующий ряд. В этом ряду мы с вами добавили снова 6 столбиков по кругу. И если вы обратите внимание, у нас идет как бы такой вот шестиугольничек. Вот первый уголочек, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Если вы обратите внимание, у нас в каждом последующем ряду идет прибавление над прибавлением. Благодаря этому образуются вот такие вот небольшие невзрачные уголочки. И вот нам нужно так, чтобы до конца прибавления, до нужного нам диаметра круга донышка, у нас были прибавления над прибавлением. То есть прибавления каждого последующего ряда ложились над прибавлением предыдущего провязанного ряда. Следите за этим. И значит в каждом последующем ряду у нас между прибавлениями будет добавляться по столбику. То есть я вам уже отсюда начинала говорить, что у нас добавляется между прибавлениями вот этими уголочками последующий столбик без накида. И в каждом последующем ряду вот у нас добавлялся столбик без накида между прибавлениями. И так и дальше продолжаем прибавлять по столбику между прибавлениями в одном рапорте. Их у нас шесть. Поэтому в каждом рапорте мы добавляем столбик без накида. И продолжаем. Мы добавили шесть столбиков без накида, поэтому у нас уже в конце пятого ряда тридцать столбиков без накида по кругу. И снова начинаем добавлять шесть столбиков по кругу, уже чередуя четыре столбика без накида прибавлениями. Мы отмечаем отметку начала ряда и начинаем отсчитывать столбики. Вот ставим маркер наш и начинаем с первого столбика. В первую петельку вяжем столбик без накида, во вторую петельку столбик без накида, в третью петельку столбик без накида, в четвертую петельку, в четвертый столбик без накида. А теперь в пятую делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петельку. И вот смотрите, у нас ложится прибавление над прибавлением предыдущего ряда. Снова отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый столбик делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, в следующую петлю столбик 2, в следующую столбик 3 и в следующую столбик 4. А в пятую петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петельку. Снова у нас ложится прибавление над прибавлением. Итак, смотрите, нам нужно довязать до конца ряда, до отметочки маркера, еще 3 рапорта. Смотрите, первый рапорт, второй и третий. 3 рапорта, то есть половинку, связать 4 столбика без накида, прибавление. Тем самым добавим в ряду 6 столбиков без накида. Довязали до конца 6 ряд. И у нас получается добавилось к 30 столбикам по кругу еще 6 столбиков без накида. Поэтому имеем в конце 6 ряда 36 столбиков без накида. Теперь ставим отметочку в начало 7 ряда. И 7 ряд мы будем чередовать. Снова добавим между прибавлениями столбик без накида. То есть чередуем уже 5 столбиков без накида, в 6 делаем прибавление. Итак, первый столбик вяжем столбик, во второй второй столбик, в третий третий, далее четвертый и пятый. А в шестой столбик вяжем прибавление. Два столбика без накида в одну петлю над прибавлением предыдущего ряда. Снова первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, в следующую четвертый, в следующую пятый. А над прибавлением предыдущего ряда в шестой столбик вяжем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Итак, вяжем до конца ряда, чередуя 5 столбиков без накида прибавления, 5 столбиков без накида прибавления. Довязали до конца ряда, тем самым прибавили в седьмом ряду еще 6 столбиков. По кругу у нас 42 столбика без накида или 42 петелечки. Теперь мы в восьмом ряду будем снова добавлять 1 столбик между прибавлениями. То есть вязать уже 6 столбиков без накида и делать прибавления. 6 столбиков прибавления. Итак, в первый столбик вяжем первый, затем второй в следующий, в следующий третий, в следующий четвертый, в следующий пятый и в шестой. А затем в седьмой столбик или в седьмую петельку делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И снова обратите внимание, прибавление идет над прибавлением предыдущего ряда. Снова вяжем первый столбик, в следующий второй столбик петлю, в следующий третий, в следующий четвертый, пятый, шестой. А в седьмой делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Снова один столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. В 7 столбик делаем прибавление. Итак, чередуем до отметочки маркера нашего 6 столбиков над каждым столбиком по столбику, а затем в 7 столбик вяжем прибавление. 6 столбиков прибавление, 6 столбиков прибавление. Связали до конца ряда, добавили 6 столбиков по кругу. Значит, у нас сейчас по кругу 48 столбиков без накида. В нашу ниточку маркера начало ряда переносим и снова добавляем между прибавлениями. В девятом ряду будем чередовать, добавив один столбик, то есть 7 столбиков без накида, прибавление. И начинаем с первой петельки. Столбик первый, следующую петельку, столбик второй, далее столбик третий, столбик четвертый, столбик пятый, шестой и седьмой. А в восьмую петельку вяжем два столбика без накида, то есть делаем прибавление. По факту это восьмой и девятый столбик, прибавление, над прибавление предыдущего ряда, то есть так все и ложится. И снова начинаем отсчитывать 7 столбиков. Один столбик, следующую петлю второй, следующую третий, далее четвертый, пятый, шестой и седьмой. В восьмую петельку делаем прибавление, два столбика без накида в одну петельку, то есть восьмой и девятый столбик делаем в одну петлю. И так чередуем снова 7 столбиков прибавления, 7 столбиков прибавления до конца девятого ряда. Довязали до конца ряда, тем самым прибавили еще 6 столбиков по кругу. У нас сейчас в конце девятого ряда получилось по кругу 54 столбика без накида или 54 петельки. Ставим маркер или нашу ниточку в начало ряда. Получается сейчас нам с 10 по 16 ряд нужно провязать 54 столбика по кругу без прибавления. То есть мы сейчас не будем вязать по 2 столбика над прибавлением предыдущего ряда, а просто в каждую петлю по одному столбику без накида. Так нам нужно провязать, смотрите, с 10 по 16 ряд, то есть 10, 11, 12 и так далее, 7 рядочков по 54 петелечки. Можете сейчас отсчитывать количество рядов, если вы вяжете, допустим, не отвлекаясь, то можете просто считать. Хотите, можете использовать счетчик рядов, палочки, спички, то есть отмечаете галочки, каждый последующий ряд провязанный, вы отмечаете галочкой на листочке. Здесь уже смотрите, для тех, кто вяжет уже не так, скажем так, не так медленно, в общем, те, кто понимают и знают, как отсчитать количество рядов, те, пожалуйста, можете просто вязать смело по кругу и, опять же, считать количество рядов уже после провязывания нескольких рядочков. То есть, смотрите, для тех, кому не очень понятно, как считать количество рядочков, смотрите, можете после последнего прибавления, вот, у вас будет каждый последующий ряд без изменения и отсчитать просто вверх до конца провязанного ряда, вот, то есть здесь, как я вот держу сейчас крючок, вам нужно будет до вот этого момента отсчитать от последнего прибавления, где у вас провязаны 2 столбика, вверх 7 рядочков. Хотите, можете так. Итак, в общем, я начинаю вязать 7 рядочков по 16 ряд включительно, 54 столбика без накида по кругу, то есть в каждую петельку я нахожу, отметив начало ряда первую петлю, в нее вяжу столбик без накида, затем нахожу следующую, в нее столбик, далее столбик третий, столбик четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, а далее в девятой петельке у нас шло прибавление, но мы вяжем просто столбик без накида в одну петлю и продолжаем дальше вязать по столбику в каждую петельку предыдущего провязанного ряда столбиков по одному в каждую петлю. То есть по кругу вы можете посчитать первый ряд, у вас должно получиться 54 столбика без накида, а затем просто в каждую последующую петельку каждого ряда вы вяжете по столбику без накида 7 рядочков. Мы связали 7 столбиков, это сделали высоту головы, то есть смотрите, мы делали донышко с помощью прибавлений, теперь связали 7 столбиков в высоту, а сейчас будем делать убавление, то есть как бы закруглять голову и заканчивать. Мы ставим отметочку маркером начало ряда, и теперь будем делать убавление ровно так же, как делали прибавление в обратном направлении. То есть смотрите, мы сделали прибавление, последний ряд у нас был 7 столбиков без накида прибавления, значит сейчас у нас ряд будет 7 столбиков без накида убавления. Мы ставим маркер в начало ряда и начинаем отчитывать с первой петельки вяжем 7 столбиков. Первый столбик, следующую петлю второй, следующую третий, следующую четвертый, следующую пятый, следующую шестой и следующую седьмой. А сейчас нам нужно сделать убавление. Убавление можно сделать двумя способами. Первый. Ныряем в следующую петельку, захватываем рабочую ниточку на крючке, у нас 2 петли. И в следующую. Ныряем, захватываем рабочую ниточку на крючке, 3 петли. Соединяем их общей вершиной рабочей ниточки. Можно сделать вот такое убавление. А теперь возвращаюсь в заново убавление, которое буду делать я. Да, смотрите, это более тайное убавление, мне они больше нравятся, их менее заметно. Вот они у нас 2 петельки, следующие после рабочей ниточки петельки. Мы захватываем за переднюю стеночку, то есть ближнюю от нас. Вот смотрите, передняя стеночка и задняя. Сначала одну петельку захватили, на крючке у нас 2 петли. И затем вторую, на крючке у нас 3 петли. И вяжем столбик без накида за 3 эти петельки. То есть смотрите, отсчитываем первый столбик, затем второй столбик, третий вяжем без накида, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Я снова сейчас вам покажу, как буду делать я. Передние стеночки, задние, мы задние не трогаем, а только передние нанизываем на крючок 2 последующие петли. Захватываем рабочую ниточку, пропускаем сквозь них, у нас на крючке 2 петли. И довязываем рабочую ниточку сквозь 2 оставшиеся петли. То есть как бы провязываем за 2 передние полупетли, за 2 передние стеночки, столбик без накида. Это и есть убавление. Итак, я буду вязать 7 столбиков без накида, затем делать убавление так до конца ряда. То есть нам нужно убавить в каждом ряду по 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд, третий столбик, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой. Затем захватываю 2 полупетли последующих петель, провязываю сквозь них рабочую ниточку и довязываю сквозь 2 оставшиеся петли. То есть по счету от начала вязания это у нас 17 ряд. Мы в нем чередуем, как и ряд последний делали прибавления, 7 столбиков прибавления, так и сейчас делаем ровно такой же ряд, только с убавлениями. То есть мы убираем. И отсчитываем 7 столбиков, третий, четвертый, далее пятый, шестой и седьмой. Затем делаем убавления. Если вам неудобно делать за передние стеночки, делайте, как вы привыкли. И, допустим, за 2 полупетли соединяем общей вершиной. То есть либо так, либо как я, за 2 передние стеночки вяжем столбик без накида. Вот так захватываем. И, как всегда, захватываем рабочую ниточку и довязываем. То есть тот же столбик без накида за 2 передние полупетли. Так мы делаем убавления с 6 столбиков по кругу до конца ряда, чередуя 7 столбиков убавления. 17 ряд закончился у нас убавлением. Как я вам уже говорила, заканчивался ряд прибавлений прибавлениями, а ряд убавлений убавлениями. Теперь, смотрите, у нас было 54 минус 6 столбиков, которые мы убавили по кругу, чередуя 7 столбиков убавления. У нас по кругу 48 столбиков уже. Переносим маркер в начало ряда. Снова будем делать ряд убавлений. То есть забирать 6 столбиков в ряду равномерно. Между убавлениями у нас сейчас уже будет 6 столбиков без накида. То есть мы забираем, убавив 6 столбиков, у нас уже получается меньшее количество в рапорте. Поэтому чередуем 6 столбиков без накида убавления. Находим первый столбик в следующую петлю. Вяжем второй столбик, в следующую третий, в следующую четвертый, в следующую пятый и в шестой. А затем в 7-8 мы вяжем 2 столбика вместе. Любым для вас удобным способом. То есть делаем убавления. Снова отсчитываем первый столбик, в следующую петлю вяжем второй столбик, в следующую третий, в следующую вяжем четвертый столбик, в следующую пятый и в следующую шестой. А затем в 7-8 вяжем вместе. То есть делаем убавления. И опять отсчитываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем убавления. И так чередуем в ряду 6 столбиков без накида убавления. Забираем снова по кругу 6 столбиков без накида. Довязали 18-й ряд до конца. Теперь в 19-м ряду мы снова между убавлениями забираем по столбику без накида. То есть уже будем вязать в 19-м ряду 5 столбиков без накида убавления. После провязывания предыдущего ряда у нас было 42 столбика без накида. Сейчас мы заберем снова 6 столбиков, поэтому останется 36 после вязания 5 столбиков без накида убавления 6 раз. 36 столбиков. Итак, начинаем вязать первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую третий, далее четвертый и пятый. Шестой, седьмой мы вяжем вместе столбик без накида за переднюю петельку обеих петельок или обоих столбиков. И снова сделали убавления, начинаем все сначала. 1, 2, 3, 4, 5, а шестой, седьмой вяжем вместе за передние стеночки. Делаем убавления. Итак, чередуем 5 столбиков, убавления, 5 столбиков, убавления. Забираем в каждом рапорте по столбику. По кругу 6 столбиков забрали, получилось 36 столбиков без накида. В двадцатом ряду снова будем убирать между убавлениями один столбик. То есть будем чередовать 4 столбика без накида, убавления. Итак, 6 раз. Начинаем отсчитывать первый столбик, далее второй столбик, третий столбик и четвертый столбик. А пятый и шестой вяжем убавления. Два столбика за переднюю стеночку вяжем вместе столбиком одним без накида. И снова первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый. А пятый и шестой вяжем убавления. Два столбика вяжем одним. Довязали ряд до конца и имеем по кругу 30 уже столбиков без накида. В двадцать первом ряду будем чередовать снова на столбик меньше. Значит, 3 столбика без накида и убавления. Три столбика, убавления. Находим, отмечаем начало ряда. Находим первый столбик, вяжем первый столбик, следующую петлю второй, следующую петлю третий. А четвертый и пятый вяжем убавления. То есть чередуем три столбика без накида, убавления. Три столбика без накида, убавления. До конца этого ряда. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Далее убавление. Либо 2 столбика с общей вершиной, либо столбик без накида за 2 передние стеночки 2 полупетелек. 21 ряд связан до конца и по кругу мы имеем 24 столбика без накида или 24 петельки. Теперь я предлагаю вам крайнюю петельку немножечко привытянуть, чтобы она не распустилась. Маркер вытаскиваем, он нам пока не нужен и предлагаю вам наполнить. То есть сейчас как раз таки тот момент настал, когда нам нужно наполнить голову. А затем по мере закрытия петелек, то есть с каждым последующим рядом, мы будем просто донаполнять. Сейчас очень удобно это. Итак, берем наш наполнитель, у меня это холофайбер, и начинаем равномерно наполнять голову. Смотрите, чтобы она у вас была не сильно такой тугой, очень забитой, но и в то же время, чтобы она красивой, имела такой вот вид наполненный или мячика, или шайка. Ну то есть такой вот, в то же время мягкий, но упругий. Вот таким вот принципом я буду наполнять голову. По всем краешкам равномерно нам нужно распределить, чтобы не было никаких уголков и изгибов. Она у нас должна быть круглая, красивая. Вот. И вот так вот наполняем голову для лягушки. После того, как наполнили голову, подтягиваем петельку на крючок и ставим в начало ряда нашу ниточку марки. Теперь будем чередовать два столбика без накида убавления. Это у нас по счету начало 22 ряд, поэтому находим первую петельку и в нее вяжем первый столбик, в следующую петлю второй столбик, а третий и четвертый это у нас две петельки убавления. Я вяжу столбик без накида за передней стеночке. Вы можете две петельки с общей вершиной вязать, ну то есть вяжем дальше. Два столбика убавления, два столбика убавления. Снова забираем по столбику без накида в рапорте, а значит 6 рапортов снова забираем по столбику 6 раз. То есть 6 столбиков без накида в ряду снова забираем, поэтому в конце ряда у нас будет на 6 столбиков меньше. Немножечко придерживайте холофайбер, сейчас не очень будет возможно удобно, если вы сильно особенно наполнили, то он будет немного так вылазить, поэтому пальчиком аккуратненько придерживайте наполнитель, чтобы его также не завязать в наше вязание крючком. И дальше продолжаем чередовать два столбика убавления, два столбика убавления до отметочки нашего маркера начала рядом. Довязали ряд до конца, по кругу у нас 18 столбиков без накида. Вытаскиваем наш маркер, он нам пока не нужен, снова привыкните петельку немножко крайнюю и опять наполняем голову. То есть там, где вы еще равномерно не наполнили, предлагаю вам сейчас наполнить, так как с каждым рядом, еще раз повторяюсь, убавляется по 6 столбиков по кругу, поэтому будет не совсем удобно. Сейчас у нас по кругу 18 столбиков, вот, и значит в следующем ряду мы убавим 6 столбиков, получится всего 12. Будет не совсем удобно наполнять, поэтому сейчас как раз таки вот максимально наполняем голову, для того, чтобы в следующем ряду буквально немножечко что-то там добавить, подкорректировать, и все, и закрывать голову до самого конца, вот это отверстие. После того, как наполнили все, возвращаем на места, подтягиваем петельку, ставим маркер в начало ряда, и сейчас мы будем чередовать уже столбик убавления, столбик без накида, убавления. Итак, находим первый столбик, вяжем в него столбик без накида. Первую петельку нашли, вяжем столбик без накида, Затем две петельки вяжем убавления, снова столбик, убавления. Итак, наш рапорт сузился до столбика без накида, убавления, столбика без накида, убавления. А как вы помните, мы начинали делать убавления с 7 столбиков без накида, убавления. И вот так вот убавляем, собирая 6 раз по столбику, а значит 18 минус 6, у нас в конце этого ряда будет всего 12 столбиков без накида. Столбик убавления, столбик убавления до конца ряда. Довязали до конца ряда, не вытаскивайте маркер, немножко привыкните петельку и снова предлагаю вам наполнить. Вот буквально на один ряд, здесь наполнителя маловато, поэтому немножечко добавляем и все. Мы сейчас в 24 ряду по счету будем делать убавления максимально до конца. То есть закрываем это отверстие уже до самого конца и вы уже не сможете никакой наполнитель сюда донаполнять. Почему? Потому что уже будет настолько маленькое отверстие неудобное. Поэтому предлагаю вам сейчас все полностью подкорректировать, добавить, что кто еще хочет на свое усмотрение. И после этого мы сделаем закрытие полностью вот этого отверстия. В 24 ряду нам нужно провязать подряд 6 убавлений. То есть сейчас столбиков у нас никаких уже не осталось, а только лишь 6 убавлений подряд. Поэтому находим первую и вторую петельку, захватываем, делаем сразу убавление. Это первое. Затем третью и четвертую петельку захватываем. Это второе убавление. Пятую и шестую. Это третье убавление делаем. Седьмую и восьмую петельку. Четвертое убавление. Девятую и десятую пятое убавление. И одиннадцатую и двенадцатую, это последнее, шестое убавление. По кругу у нас осталось 6 столбиков всего лишь или 6 петелек. Я вам предлагаю сделать следующим образом. Вытягиваем вот эту ниточку маркер, она нам больше не нужна. Сейчас делаем вот такой вот маневр. Смотрите, находим первую петельку, делаем соединительный столбик. Либо же, можно не делать соединительный столбик, а сразу вот эту петельку после последнего шестого убавления вытягиваем где-то на расстоянии 12-15 сантиметров. Можете оставить в принципе маленькую. Ну то есть, чтобы вам было удобно вдеть ниточку в иголочку. То есть хотите, можете совсем сантиметров 5-7 оставить. Ну то есть, здесь уже зависит от вашего желания. В общем, нам в принципе ниточка на голове не будет нужна для пришивания. Поэтому мы вытягиваем на любое расстояние, которое вам будет удобно, вдеть ниточку в иголочку. Рабочую нить вытаскиваем. А этот кусочек вдеваем в иголочку. То есть в принципе, хотите, можете сантиметров 10-12, если вам удобно. Хотите, можете совсем маленькую. В общем, нам ниточку нужно вдеть в иголочку. Теперь мы находим каждую из шести столбиков петельку переднюю и начинаем нанизывать. То есть просто, смотрите, я продеваю каждую из шести петелек по очереди ниточку, которой я заканчивала вязанием. Три, далее четыре, пять и шесть. Вот я оставила коротковатую ниточку, но мне в принципе ее хватило. Шесть. И теперь хорошо-хорошо потяните вот так вот рабочую ниточку нашу, которая иголочка. И смотрите, у нас просто получилось стягивание всех петелек. Никакого отверстия не осталось для того, чтобы не выпал наш наполнитель. И теперь берем просто иголочку, выдеваем вот так вот в серединку сквозь столбики и вытаскиваем. Подтягиваем хорошо нашу ниточку. Хотите, можете еще раз вдеть иголочку и протянуть, затянуть нашу ниточку хорошо. Хотите, можете просто обрезать. То есть здесь уже в принципе никуда она не денется. Вот. Поэтому нам осталось только либо затянуть, либо просто ее отрезать. Здесь особенно ничего такого не изменится. Вот. Мы стянули наше отверстие, никуда наполнитель не денется. И получилась вот такая замечательная упругая голова. Ниточку не забудьте отрезать, либо еще раз проденьте, отрежьте. В общем, голова наша готова. Теперь делаем глазки. Глазки у меня будут белым цветом и черные зрачки. Начну я с белого цвета основки. Поэтому делаем кольцо амигуруми. В него закрепляем и набираем 6 столбиков без накида. То есть, как и в случае с головой, мы начинаем с кольца амигуруми 6 столбиков без накида. Итак, первый столбик сюда, далее второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем наше колечко. Стягиваем так, чтобы не было никакого отверстия и дырочки в серединке. У нас получилось 6 столбиков. Значит, находим первую петельку и делаем в каждую петельку по прибавлению. То есть, провязываем по 2 столбика без накида в каждую из петелек. Я буду параллельно завязывать краешек ниточки, чтобы он мне не мешал. Вы можете потом просто иголочкой продеть сквозь вязание. Итак, первый столбик связали 2 столбика без накида в следующую петельку, в следующий столбик 2 столбика без накида в одну петлю, далее в третью 2 столбика без накида в одну петлю, четвертую 2 столбика без накида в одну петлю, пятую 2 столбика без накида, и в последнюю шестую петельку 2 столбика без накида в одну петлю. По кругу у нас сейчас 12 столбиков без накида. Теперь мы в третьем ряду прочередуем столбик без накида прибавление, столбик без накида прибавление. То есть я сейчас все делаю, ну, как мы делали с вами в голове. Находим первую петельку, делаем столбик без накида. Во вторую петельку 2 столбика без накида в одну петлю. В третью петельку столбик, в четвертую 2 столбика, то есть прибавление. В пятую петельку столбик, в шестую 2 столбика. В седьмую петельку столбик, в восьмую 2 столбика без накида, в девятую столбик, в десятую 2 столбика. То есть в каждую четную петельку провязываем прибавление. Итак, одиннадцатый столбик в столбик, а в двенадцатый делаем прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. По кругу третьего ряда провязывания у нас 18 столбиков без накида. Теперь я предлагаю вам вот эту ниточку, которая была у нас при стягивании кольца, вытаскиваем ее как маркер в начало ряда. И теперь нам нужно связать четвертый и пятый ряд по 18 столбиков без накида по кругу. Я буду сразу отчитывать 36 столбиков по кругу, не смотреть какой это ряд, а просто начиная отчитывать, в каждую петлю провязывая по столбику. Один, в следующую петлю второй, в следующую. У нас прибавление было, но мы вяжем просто столбик. Третий, далее четвертый, в следующую пятый, шестой, 33, 34, 35 и 36. Я связала два ряда по спирали по 18 столбиков без накида, 36 столбиков по кругу связано. Теперь у нас шестой ряд. Шестой ряд нам нужно связать так. Чередовать 4 столбика без накида в каждую петлю по столбику и делать убавление 3 раза. Итак, находим первую петельку, вяжем первый столбик, во вторую второй столбик, в третью третий столбик и в четвертую четвертый. А затем в пятый, шестой, за передние стеночки полупетельки провязываем столбик без накида. То есть делаем убавление. Это первый раз. Затем снова отсчитываем первый столбик. Первый, во второй второй, третий третий и в четвертый четвертый. Затем делаем убавление за 2 передние полупетельки столбик без накида или 2 столбика с общей вершиной. Это второй раз. И последний, третий раз вяжем 4 столбика без накида. Один столбик, второй, третий и четвертый. И делаем убавление. 2 столбика с общей вершиной или 2 передние полупетельки захватываем, вяжем столбик без накида. смотрите мы с вами связали три раза по 4 столбика убавления 4 столбика убавления теперь мы в первую петелечку следующего ряда делаем соединительный столбик и вытягиваем ниточку где-то сантиметров оставляем 15 для пришивания вот это и есть наш глазик нам нужно вот эти ниточки рабочую отрезать на расстоянии чтобы нам можно было пришить глазик вот этот который остался у нас кончик при наборе его просто отрезать и сюда немножечко нужно наполнителя наполнить чтобы имел объем глаз то есть вот такие деталечки вам нужно сделать две штучки вы делаете прибавление макушки до 18 петель затем два ряда по 18 петель без изменения и последний шестой ряд это чередование 4 столбиков без накида убавления три раза для того чтобы немножечко при уменьшить вот это отверстие конечное теперь наполняем холофайбером немножко делаем две штучки и нам осталось сделать для глазиков зрачок для зрачка берем черную ниточку делаем кольцо амигуруми закрепляем его и привычным нам способом уже делаем в колечко 6 столбиков без накида первый столбик сюда же второй столбик сюда же третий колечко 4 колечко пятый и последний шестой столбик теперь придерживаем петельку стягиваем наше колечко стягиваем туда чтобы не было никаких отверстий и теперь первую петельку делаем соединительный столбик первую из шести петелек мы делали всегда прибавление здесь у нас же соединительный столбик вытаскиваем ниточку на расстоянии где-то 15 сантиметров отрезаем ее вот это и есть наш зрачок то есть 6 столбиков без накида в кольце это и есть наш зрачок мы теперь берем глазик вот он он у вас готовый и и вот это у нас и есть зрачок то есть таких зрачка вам тоже нужно два штучки единственное не забудьте оставить ниточку для пришивания перед тем как отрезать краешек рабочей нити все делаем две детальки голова наша готова глазки и зрачки готовы приступаем к туловищу начнем и туловище вязать зеленым цветом а затем будем делать на нем полосочки и так делаем кольцо амигуруми и колечко закрепляем набираем 6 столбиков без накида как и когда вязали голову и так первый столбик колечко второй третий четвертый пятый и шестой столбик придерживаем крайнюю петельку и стягиваем колечко плотненько чтобы не было дырочки теперь во втором ряду нам нужно каждую из шести петелек делать по три бабочки то есть провязать по два столбика без накида каждый столбик предыдущего ряда я сразу буду завязывать ниточку и так первый столбик вяжем при бабочку два столбика без накида в одну петлю первый столбик и второй сюда же далее во вторую петлю снова 2 столбика без накида при бабочку третью петлю два столбика без накида четвертую петлю два столбика пятую петлю два столбика и в шестую петельку два столбика без накида сделали 6 прибавлений в ряду у нас в конце второго ряда 12 столбиков по кругу теперь отмечаем начало ряда вытаскиваем ниточку вперед и будем чередовать столбик без накида прибавление столбик без накида прибавление первую петельку столбик во вторую петлю два столбика прибавление третью петлю столбик четвертую два столбика пятую петельку столбик шестую два столбика седьмую столбик восьмую два столбика далее девятую столбик десятую два столбика в одиннадцатую столбик в двенадцатую петлю два столбика последняя шестая прибавочка в ряду добавилось 18 по кругу уже столбиков без накида провязано добавила 6 столбиков и теперь в четвертом ряду мы будем уже чередовать два столбика без накида и делать прибавление и так первый столбик второй столбик в следующую петлю третий столбик делаем прибавление два столбика без накида в одну петлю снова столбик следующую петлю столбик два столбика третью петельку столбик столбик два столбика это уже получается третий раз мы сделали столбик столбик прибавление четвертый раз столбик столбик прибавление пятый раз столбик столбик прибавление шестой раз закончили мы ряд снова добавилось 6 столбиков значит по кругу 24 столбика без накида или 24 петельки чтобы вам вот эта ниточка не мешала мы можем ее отрезать и ей отмечать начало каждого последующего ряда то есть вот отрезаем ее и будем ставить использовать ее как маркер в начале каждого последующего ряда сейчас мы снова будем 6 петелек делать прибавочек в ряду поэтому чередуем добавляем между прибавлениями один столбик значит три столбика без накида прибавление в первую петелечку столбик во вторую второй столбик в третью третий столбик а затем над прибавочкой предыдущего ряда делаем прибавочку в этом ряду первый раз затем столбик первый столбик второй столбик третий над прибавочкой предыдущего ряда делаем прибавление в этом ряду 2 столбика без накида в одну петлю второй раз и так делаем прибавление чередуя 3 столбика без накида в четвертую петлю 2 столбика без накида то есть прибавочку 3 столбика прибавочка 3 столбика прибавочка сделали шестое прибавление и в конце 5 ряда у нас 30 столбиков без накида по кругу. Отметочку ставим в начало шестого ряда и снова добавляем, делаем прибавление. 6 столбиков по кругу равномерно. То есть между прибавлениями добавляем один столбик, чередуем 4 столбика без накида, прибавление, 4 столбика без накида и прибавление. Над первым столбиком столбик, над вторым столбиком столбик, над третьим столбиком столбик и над четвертым. А в пятую петельку над пятым столбиком делаем прибавление. Снова над прибавлениями предыдущего ряда прибавление в этом ряду. Итак, первый столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый. Далее делаем прибавление. Два столбика без накида вяжем в одну петельку. Один столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый. И снова делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петлю. Итак, чередуем до конца ряда 4 столбика прибавления, 4 столбика прибавления. Довязали до конца ряда прибавления и теперь у нас по кругу уже 36 столбиков без накида. Поставим в начало седьмого ряда отметочку, нашу ниточку и теперь снова прибавим очередной ряд 6 столбиков без накида по кругу, поэтому чередуем уже 5 столбиков без накида и в шестое делаем прибавление. Итак, первый, второй столбик в следующую петлю, третий столбик, четвертый столбик и пятый столбик. В шестой столбик делаем прибавление над прибавлением предыдущего ряда. Снова первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, в следующую четвертый и в следующую пятый. Затем делаем прибавление. Два столбика без накида провязываем в одну петлю. И так до конца ряда чередуем пять столбиков прибавления, пять столбиков прибавление связали последний ряд прибавления 7 у нас по кругу 42 столбика без накида снова ставим отметку в начало ряда следующего и теперь нам нужно три ряда то есть с 8 по 10 ряд связать эти 42 столбика без накида по кругу без изменения то есть начиная с первой петельки мы в каждую петлю вяжем по столбику без накида там где у нас прибавлениями предыдущем ряду мы просто вяжем в эту петельку столбик без накида и каждую последующую продолжаем вязать просто 3 ряда 42 столбика без накида по кругу без изменения каких-либо прибавлений вот и прочего то есть просто по столбику без накида в каждую петлю столбика предыдущего рядом три ряда связали а теперь ставим отметочку в начало ряда и будем делать один ряд с убавлениями то есть чередуем сейчас мы закончили на пяти столбиках без накида прибавления значит сейчас делаем 5 столбиков без накида убавления то есть в обратном порядке будем делать первый столбик следующую петлю 2 столбик следующую петлю 3 столбик далее 4 столбик и 5 а затем делаем убавление убавление я буду делать как и в случае с головой за две передние стеночки столбик без накида и продолжаем заново делать первый столбик 2 3 4 5 и делаем убавление 6 7 вяжем с общей вершиной либо столбик без накида за передней стеночки снова продолжаем сначала первый столбик второй столбик 3 4 и 5 и делаем убавление и так чередуем 5 столбиков убавления 5 столбиков убавления до отметочки начала ряда сделали 6 убавлений чередуя 5 столбиков значит у нас сейчас по кругу 36 столбиков без накида в 12 ряду мы эти 36 столбиков так и провяжем по кругу просто в каждую петельку без изменения по столбику без накида без каких-либо прибавлений и убавлений просто 36 столбиков без накида по кругу я связала по кругу 35 столбиков не довязав 1 столбик в ряду теперь что я беру смотрите я беру ввожу крючок в 36 петлю захватывая рабочую ниточку на крючке у меня две петли и делаю вершинку уже ниточкой красного цвета то есть я уже ввожу новый цвет и делаю начало полосочки теперь смотрите мы зеленый цвет сейчас вяжем по ходу этого ряда вязание я ниточку зеленого цвета отрежу она нам пока в принципе не нужна поэтому я ее отрежу теперь что нам нужно сделать уже ниточкой красного цвета зеленую я положила на рабочую вот здесь вот на рабочую косичку рабочий ряд поэтому буду его ввязывать красную ниточку я пока краешек не трогаю я его вяжу в следующем ряду теперь нам нужно этот ряд также как и предыдущий зеленый ряд связать 36 столбиков без накида по кругу каждую петлю по столбику без накида то есть просто без изменения ввязывая ниточку зеленого цвета краешек я вяжу ниточкой красного цвета целый ряд 36 столбиков без накида все вот я ввязала буквально сантиметра 2 нам зеленый цвет не нужен я его отрезаю аккуратненько если отрезаете вместе со мной то не отрежьте красную рабочую ниточку зеленый цвет мы убираем и все продолжаем вязать ниточку красного цвета до конца этого ряда довязали ряд ниточка красным цветом можно сейчас ряд начала не отмечать маркером так как хорошо виден переход он аккуратный но его видно сейчас я буду ввязывать в этом ряду ниточку красного цвета краешек то есть как здесь я вязала зеленого вот и мы сейчас начиная в четырнадцатом ряду снова делаем ряд столбики без накида и чередуем с убавлениями то есть мы с вами в одиннадцатом вязали 5 столбиков убавления сейчас четырнадцатом будем вязать 4 столбика и делать убавления и так первый столбик вяжем я ложу сразу на вязание вот этот краешек ниточки ввязывая его вы можете его вдеть иголочкой потом по ходу вязания и так вяжем сейчас четыре столбика без накида подряд по столбику без накида в каждую из первых четырех петелек первый столбик второй столбик третий и четвертый а теперь делаем убавления я как всегда за две передние стеночки делаю убавления вы можете с общей вершиной в общем это как вы решили сначала как вам удобно и так сделали четыре столбика убавления снова вяжем четыре столбика 1 2 3 4 и делаем убавления в этом ряду мы должны так связать 4 столбика убавления тоже шесть раз то есть убавить 6 столбиков равномерно по всему кругу вяжем до конца ряда 4 столбика убавления 4 столбика убавления я не довязала две последние петельки не сделала последнее убавление сейчас смотрите я вам покажу как его сделать мы захватываем либо две рабочие ниточки если у вас обычное убавление то есть вот две рабочие либо две полупетельки как я это делала захватываем рабочую ниточку сквозь две полупетельки у вас две осталось петельки на крючке вам нужно рабочую ниточку пройдет сквозь них но мы рабочей ниточкой делаем уже меняем цвет у меня это бирюзовый если у вас все однотонное то просто продолжаете вязать Ниточку красного цвета мы не ввязываем, то есть мы ее не прячем, мы сейчас через два ряда снова сменим цвет на красный. Поэтому мы продолжаем вязать, ввязывая краешек уже бирюзовой ниточки. Убавили мы, получается, в последнем во втором красном ряду 6 петелек по кругу у нас 30 столбиков. Поэтому мы сейчас два ряда бирюзовым цветом обвязываем просто эти 30 столбиков или по спирали 60 столбиков без накида, если два ряда по 30. Продолжаем просто вязать два ряда по кругу бирюзовым цветом, а затем мы с вами сменим ниточку на красный цвет и опять будем делать убавления. То есть сейчас просто нам по кругу нужно спрятать ниточку уже нововведенного бирюзового цвета или какой у вас, если у вас тоже полосочками. Можете чередовать просто красную полосочку с зеленой, красную с зеленой. У меня это как бы такая вот футболочка или маечка, поэтому я буду чередовать пока сейчас красную с бирюзовым цветом. Вот, потому что у меня основное тело зеленого цвета. Я сейчас буду делать чередование только красным и бирюзовым через каждые два ряда. Поэтому сейчас два ряда я провяжу бирюзовым цветом без изменения, 30 столбиков без накида по кругу. А затем сменю на красный цвет и буду делать очередные убавления туловища. Я довязываю второй ряд и не довязала получается одну петельку последнюю в ряду. Смотрите, я сейчас меняю на красный. Каким образом я это делаю? Я ввожу крючок, захватывая рабочую бирюзовую ниточку, а затем вершинку делаю уже ниточкой красного цвета. То есть вершину петли двух полупетелек я делаю уже красного цвета. Таким образом мы с вами довязали второй бирюзовый ряд и сменили ниточку на красный рабочий цвет. Теперь смотрите, мы с вами получается по счету связали 15-16 ряд. В 17 ряду мы с вами будем чередовать 8 столбиков без накида и делать убавления. То есть мы начинаем отсчитывать с первой петелечки 8 столбиков. 1, 2, 3, 4. Далее поворачиваем вязание. 5, 6, 7 и 8. И делаем с 9-10 петельки убавление. За 2 передние полупетельки я делаю столбик без накида. Это первый раз. Снова отсчитываем. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4. Разворачиваем 5, 6, 7, 8. 9-10 петельки делаем убавление. Это второй раз. И последний, третий раз. Делаем 8 столбиков. Отсчитываем. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4, 5, 6, 7, 8. И делаем убавление. Это третье убавление в этом ряду. 30 минус 3 убавления 3 петелечки. Это по кругу у нас сейчас должно быть 27 столбиков без накида. Сделали последнее убавление. 27 столбиков в 18 ряду нам нужно провязать просто без изменения по столбику без накида в каждую петлю. И я продолжаю вязать красным цветом второй ряд. Он у меня идет по рисунку. Вы хотите меняйте, то есть все зависит от вашего желания, как вы хотите, чтобы выглядело в итоге ваше туловище, туловище лягушонка. И продолжаю вязать 27 до конца этого ряда столбиков по кругу без изменения красным цветом. Не довязала 1 столбик, делаю последнюю петельку, захватывая рабочую красную ниточку, а вершинку делаю уже бирюзовым цветом. То есть общую вершинку сменили на бирюзовый, поэтому уже получается мы будем вязать бирюзовым цветом. Сейчас мы снова сделаем ряд 19 с убавлениями, чередуя 7 столбиков без накида убавления, 7 столбиков без накида убавления. Итак, первый столбик, следующую петлю, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой, восьмой и девятый делаем убавления. Я буду вязать за передние стеночки, как всегда. Вы на свое усмотрение. Снова отсчитываем 7 столбиков. Первый столбик. Так, смотрите, чтобы не завязали рабочую ниточку красного цвета, а то я уже ее захватила. Первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Делаем убавления после седьмого столбика, восьмой и девятый с общей вершиной или столбик без накида за стеночки. И последний, третий раз, 7 столбиков делаем и убавления. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, шестой и седьмой, восьмой и девятый с общей вершиной. Сделали 3 убавления подряд. Снова от 27 столбиков мы забрали 3 столбика. Значит по кругу у нас 24 столбика без накида. Поэтому в этом ряду мы с вами свяжем уже 20 по счету. Мы свяжем вот эти 24 столбика по столбику без накида без изменения. То есть каждую петельку вяжем по столбику. Я продолжаю вязать бирюзовым цветом. И в конце этого ряда я сменю ниточку. Сделаю общую вершину последнего столбика уже ниточкой красного цвета. Для того, чтобы продолжить уже вязать следующий ряд красным цветом. Я сменила ниточку на красный цвет. И мы уже 21 ряд будем вязать красным цветом. Чередуя 6 столбиков без накида и делать убавления 3 раза. Уже бирюзовая ниточка мне не нужна. Поэтому я сейчас по ходу вязания 21 ряда буду прятать краешек ниточки и ее отрежу. Итак, отсчитываем первый столбик. Далее в следующую петлю второй столбик. В следующую петельку третий столбик. В следующую четвертый. Четвертый. Пятый. И шестой. Шесть столбиков провязали. Нам нужно сделать убавление. Я сейчас отрежу ниточку бирюзового цвета, чтобы она мне больше уже не мешала. Она мне не нужна в вязании здесь уже. И продолжаю вязать ниточкой красного цвета. Делаю убавление. И снова отсчитываю 6 столбиков, чтобы сделать убавление. Первый столбик. В следующую петлю второй столбик. В следующую третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Делаю второе убавление в ряду. И опять отсчитываю третий раз 6 столбиков, чтобы сделать через них убавление. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И делаем последнее, третье убавление в этом ряду. Мы сделали 3 убавки. Сократили 3 петельки в ряду. Значит, получается в конце у нас этого ряда 21 столбик без накида. Значит, сейчас 22 ряд мы провяжем без изменения. 21 столбик без накида по кругу. Первую петельку, первый столбик, далее второй и так далее. То есть в каждую петельку мы вяжем в этом ряду 21 столбик без накида. По столбику в каждую петельку предыдущего ряда. Я связала 19 столбиков по кругу красным цветом. У меня осталось довязать 20 и 21 столбик. И я сейчас именно узелком, обратите внимание, прикрепила красные ниточки салатовую. Так как у нас сейчас получается последний ряд, нам нужно провязать зеленым цветом, как и начинали. Почему узелком? Смотрите, потому что если вы просто сейчас присоедините ниточку и начнете пришивать туловище голове, возможно, по ходу времени износа может голова оторваться с частью туловища. Поэтому обязательно прикрепите узелком. И сейчас нам нужно довязать ниточкой красного цвета, связать полный 20 столбик. А 21 нам нужно захватить только красной ниточкой, а довязать верхушку уже зеленой. То есть сменить цвет, как мы меняли предыдущие все разы. И красную ниточку мы сейчас по ходу вязания уже зеленым цветом вяжем вот так вот по ходу вязания. Смотрите. 23 ряд это последний ряд. Нам нужно связать чередуя 5 столбиков без накида и сделать убавление. И так 3 раза. Поэтому начинаем вязать первый столбик в первую петлю, далее второй столбик во вторую петлю, третий, четвертый столбик и пятый столбик. Теперь делаем убавление. Но перед тем, как делать убавление, я отрежу ниточку красного цвета, она мне больше не нужна. И сделаю убавление. Аккуратненько отрезайте, чтобы не отрезать лишний зеленый цвет. И вот теперь продолжаем обвязывать, чередуя 5 столбиков убавления. Мы закончили 5 столбиков провязывать, делаем убавление. Снова 5 столбиков убавления. 5 столбиков убавления. И так нам нужно сделать всего лишь 3 раза до конца ряда. Связали 3 убавления в ряду. И теперь делаем в первую петельку соединительный столбик или соединительную петельку. И оставляем где-то сантиметров 15-20 для пришивания туловища к голове. Теперь нам осталось это туловище всего лишь наполнить. Наполняем их хорошо, придаем форму, чтобы у нас держалась хорошо голова к туловищу или туловище к голове. А затем мы к туловищу будем пришивать лапки. Поэтому наполняем его хорошо и придаем форму. А затем приступаем к вязанию лапок ножек. Берем ниточку зеленого цвета и делаем кольцо амигуруми. Колечко набираем привычных нам 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. Теперь нам нужно сделать по прибавочке в каждую из 6 столбиков предыдущего ряда. Поэтому находим первую петельку. Я сразу буду завязывать ниточку, как всегда. Вяжем в первую петельку 2 столбика без накида в одну петлю. Затем во вторую петлю 2 столбика без накида. Третью петлю 2 столбика без накида. Четвертую 2 столбика. То есть делаем прибавочки. Пятую 2 столбика. И в шестую последнюю петлю 2 столбика без накида. У нас по кругу получилось 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы с вами будем чередовать столбик-прибавка, столбик-прибавка, столбик-прибавка. И так до конца. Первую петлю столбик, во вторую прибавка. Два столбика без накида в одну петлю. Столбик-прибавка. два столбика без накида в одну петлю третий раз столбик прибавка два столбика без накида в одну петлю четвертый раз столбик прибавка два столбика пятый раз столбик прибавка два столбика в одну петлю и последний шестой раз столбик и в следующую петельку прибавка два столбика без накида в одну петлю. Добавили 6 столбиков по кругу, у нас получилось 18 столбиков без накида. И в четвертом ряду мы с вами провяжем 2 столбика без накида, прибавка. То есть снова расширим на 6 столбиков по кругу. Я вам предлагаю взять ниточку нейтрального цвета, для того, чтобы вам было удобно отметить ее как маркер. Либо же можете любой другой маркер взять. И снова отмечаем начало ряда. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка. 2 столбика без накида, прибавка. И в конце прибавления этого ряда у нас получится плюс 6 столбиков, значит 24 столбика без накида по кругу. Итак, в первую, вторую петельку по столбику, в третью петельку два столбика. Снова столбик, столбик, в третью петлю, Два столбика без накида в одну петельку. Столбик, столбик, прибавочка. И так 6 раз. То есть делаем прибавление, как мы с вами делали на голове, на туловище. Прибавление до 24 столбиков без накида по кругу. Столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик и прибавление. Последний раз, 6, связали, увеличили на 6 столбиков по кругу. Теперь ставим маркер наш начало рядом. И теперь нам нужно провязать каждую петельку по столбику. То есть по кругу у нас 24 столбика. Нам нужно провязать 5, 6 и 7 ряд. 3 ряда по 24 столбика без накида в каждую петельку. Хотите, можете отсчитывать по ряду. Хотите, можете использовать счеты, маркер, в общем, все, что угодно. Но мы начинаем вязать по столбику без накида в каждую петельку без каких-либо изменений и прибавлений. Я начала первый ряд по столбику в каждую петлю, затем второй и третий ряд. Я думаю, что здесь вы справитесь. Вяжем без изменения 3 ряда. Связали по кругу 3 ряда. И теперь в начале 8 ряда снова ставим маркер-отметочку. И начинаем вязать 8 ряд. Поставили отметочку маркера. И теперь нам нужно связать чередование 2 столбика без накида убавления. 2 столбика без накида убавления. То есть нам нужно в 8 ряду убавить по кругу 6 столбиков без накида. Соответственно, в конце этого ряда у нас получится 18 столбиков по кругу в ряду. Итак, чередуем первый столбик, следующую петлю, второй столбик. Далее делаем третий и четвертый вместе убавлением. Затем снова первый столбик, в следующую петельку, второй столбик, убавление. 2 столбика вяжем за переднюю стеночку столбик без накида, либо с общей вершинкой. И снова столбик, второй столбик, убавление. Столбик, второй столбик, убавление. И так делаем до конца этого ряда. По кругу 18 столбиков переносим маркер в начало следующего ряда. И 9-10 ряд нам нужно связать 18 столбиков в ряду. То есть, если мы посчитаем 18 на 2 ряда, это 36 столбиков. Я так сразу и буду отсчитывать 36 столбиков, начиная с первой петельки. Первый, второй столбик, далее третий, четвертый, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый и тридцать шестой. Я довязала 10 ряд, 18 столбиков без накида. И теперь переношу маркер в начало 11-го, уже по счету от начала ряда. И буду чередовать 4 столбика без накида, убавление. 4 столбика без накида, убавление. Мы такое уже делали с вами на глазике. Поэтому начинаем отсчитывать первый столбик, далее второй, следующую петлю, следующую, третий, следующую петлю, четвертый столбик. Затем делаем убавление. Это первый раз. Затем снова отсчитываем 4 раза по столбику. Первый столбик, в следующую петлю, второй столбик, в следующую петлю, третий столбик и в следующую петлю, четвертый столбик. Делаем второй раз убавление. Это второй раппорт, мы уже связали. И последний, третий раппорт, 4 столбика, убавление. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий столбик и в следующую четвертый столбик и убавление. Мы связали 3 раза 4 столбика убавления. Вот я делаю последнее убавление. И у нас получилось, мы сделали сокращение на 3 петли в ряду. То есть получилось 15 столбиков без накида по кругу. И сейчас мы отмечаем начало следующего ряда. Уже не совсем удобно, но я вам предлагаю просто вытащить маркер и начать считать. То есть смотрите, мы закончили с вами убавление. Вот нам нужно связать 12 и 13 ряд, 2 ряда по 15 столбиков или 15 петелек по кругу по столбику. Поэтому 2 на 15, 2 ряда на 15 столбиков это 30 столбиков по кругу. Вот и начинаем отсчитывать. Первую петлю первый столбик, далее второй столбик, следующую третий, далее четвертый, пятый, 26, 27, 28, 29. И последний тридцатый столбик без накида по кругу. Привытяньте последнюю петельку. Вот у нас получилось вот такое начало лапки, ножки. Я вам предлагаю сейчас при вытянутом петельку наполнить вот это отверстие. Можете взять себе в помощь ножницы, можете просто пальчиком, если вам удобно. Я всегда наполняю вот так ножничками. Нам нужно наполнить вот это отверстие, потому что будет потом немного уменьшаться и будет трудно наполнить именно вот это начало. А оно у нас, как вы видите, такое слегка шарикообразное. По желанию можно сюда засунуть лингобусину нужного диаметра, то есть это для тех, кто хочет более весомую игрушку. Но она и так, в принципе, я вам скажу, с наполнителем будет не очень легкая, сильно такая. Поэтому я, честно говоря, сюда бусину не решилась ложить, вкладывать. И вот так вот мы наполнили начало ножки и дальше продолжим вязать ее. Наполнили, подтянули петельку, а теперь, начиная с 14 ряда, мы будем чередовать ряд с убавлениями, ряд просто столбики без накида. Ряд с убавлениями, просто столбики без накида. И вот я ряд с убавлениями вам буду проговаривать. А ряд столбиков просто буду говорить, сколько провязать. Так будет проще, понятнее и короче. Теперь смотрите, нам нужно сейчас в 14 ряду провязать 13 столбиков подряд и сделать 14 и 15 вместе провязать убавления. Начинаем отчитывать 13 столбиков. Первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой. Придерживаем холофайбер, чтобы он не вываливался. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый. 14 и 15 делаем убавления. Я делаю, как всегда, за передней стеночке. Вы делаете, как вам удобно. Сделали убавление в конце ряда. У нас получилось по кругу сокращение на один столбик. То есть 14 столбиков без накида. Значит, в пятнадцатом ряду нам нужно провязать по кругу 14 столбиков без накида. Начинаем отсчитывать первый столбик, второй, тринадцатый и четырнадцатый столбик. Связали пятнадцатый ряд, в шестнадцатом снова вяжем 12 столбиков без накида и в конце делаем убавления. Первый столбик, следующую петлю, второй столбик. Далее третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, одиннадцатый и двенадцатый. Тринадцатый и четырнадцатый делаем убавления. Снова уменьшилось в этом ряду на один столбик, поэтому в семнадцатом ряду нам нужно провязать 13 столбиков без накида по кругу, начиная с первого столбика. Довязали ряд и в восемнадцатом ряду нам нужно провязать 11 столбиков без накида и делать в конце убавления. Первый столбик, следующую петлю, второй, третий, десятый и одиннадцатый. Далее делаем убавления. Мы сократили на один столбик в ряду, поэтому нам нужно провязать 19 ряд, 12 столбиков без накида по кругу. В двадцатом ряду вяжем 10 столбиков без накида убавления. Начинаем отсчитывать первый столбик, второй столбик, третий, девятый и десятый. Делаем убавления. Снова у нас в этом ряду уменьшилось на один столбик количество столбиков, поэтому в двадцать первом ряду нам нужно провязать по кругу 11 столбиков без накида. В двадцать втором ряду вяжем 9 столбиков без накида убавления. Один столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Делаем убавлением. Десятый, одиннадцатый вяжем с общей вершиной или за передней стеночкой столбик без накида. Сократилось снова на один столбик, поэтому в двадцать третий ряд вяжем 10 столбиков без накида по кругу по столбику. В двадцать четвертом ряду свяжем 8 столбиков без накида убавления. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Делаем убавления. Девятый, десятый вяжем за передней стеночке с общей вершинкой или столбик без накида. Связали двадцать четвертый ряд, двадцать пятый, это последний ряд. Вяжем по кругу оставшиеся 9 столбиков без накида. Связали последний ряд, теперь в первую петельку делаем соединительный столбик. И вытягиваем, оставляем немного ниточки для пришивания. То есть можете оставить, допустим, 10-15 сантиметров. Хотите, можете подлиннее, как вам удобно будет пришить лапку к туловищу. А для ручек берем тоже зеленый цвет, но будем делать немножечко меньшего размера. Делаем кольцо мигуруми, закрепляем и в него набираем 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Придерживаем петельку, стягиваем наше колечко, чтобы было без отверстия. И теперь, как всегда, делаем прибавление в каждую из шести петелек. То есть провязываем по два столбика без накида в каждую петельку. Первую два столбика, далее во вторую петельку два столбика, третью петельку два столбика, четвертую два столбика, пятую два столбика, и в последнюю шестую петельку делаем прибавление последнее два столбика без накида. В конце второго ряда у нас по кругу 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем чередовать столбик без накида прибавления. Итак, в первую петельку столбик, во вторую прибавление 2 столбика. В третью столбик, в четвертую 2 столбика, то есть прибавление. В пятую столбик, в шестую прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. В седьмой столбик, в восьмой прибавление 2 столбика, в девятую столбик, в десятую прибавление 2 столбика, в одиннадцатую столбик, в последнюю двенадцатую петлю и прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. По кругу в третьем ряду у нас 18 столбиков без накида. Далее предлагаю вам вытащить вот этот краешек ниточки, который был при стягивании колечка. Я его уже обвязала, вытаскиваю его наружу и в этом, получается, уже четвертом по счету ряду и пятом два ряда нам нужно связать по 18 столбиков без накида, то есть каждую петельку по столбику без накида. 18 на два ряда, 36 столбиков. Я сразу начинаю отчитывать 36 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четыре, пять, шесть, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять и тридцать шесть. Связали два ряда по 18 столбиков без накида по кругу. Теперь в шестом ряду мы с вами свяжем столбик без накида убавления чередуя шесть раз. Итак, начинаем столбик убавления первый раз. Далее в третью петельку столбик четвертую, пятую убавления второй раз. Снова столбик убавления третий раз. Столбик убавления четвертый раз. Столбик убавления пятый раз. И последний, шестой раз, столбик и убавления. Мы с вами убавили в ряду шесть столбиков. И получили по кругу 12 столбиков без накида. Сейчас у нас по счету седьмой ряд. Седьмой и восьмой ряд нам нужно провязать по кругу наши 12 столбиков. Поэтому 12 на 2, 24 столбика. Я сразу начну отсчитывать 24 столбика. Первый, второй, третий, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий и последний, двадцать четвертый столбик. Связали по кругу два ряда 12 наших столбиков без накида. У нас снова вот такой вот шарик образовался. И как на ножке я предлагаю его наполнить. Хотите, можете наполнять потом и последующие ряды лапки. Хотите, можете оставить не наполненными, а только вот здесь вот в начале. Можете тоже засунуть слингобусину меньшего диаметра, как я вам предлагала в лапке нижней. В общем, здесь уже включаете фантазию. Я буду наполнять просто наполнителем. Вот. И мы снова, наполнив вот эту нижнюю часть уже верхней лапки, получается, продолжаем вязать высоту. Подтянули петельку и начинаем, а точнее продолжаем с девятого ряда провязывать высоту верхней лапки. Сейчас мы начнем вязать 10 столбиков без накида и делать в конце ряда убавления. То есть, как мы делали с вами на ножке. Итак, отсчитываем первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый, пятый. Придерживаем наполнитель, чтобы он вам не мешал. Шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. И делаем одиннадцатый и двенадцатый вместе столбик без накида, либо с общей вершиной, либо как обычно, в общем, как вам удобно. Делаем убавление после десяти провязанных столбиков. И мы, получается, в ряду сокращаем один столбик без накида, либо одну петельку. Вот. Теперь у нас получается сокращение по кругу одиннадцать столбиков без накида. Нам эти одиннадцать столбиков нужно провязать три ряда. То есть, с десятого по двенадцатый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд, три ряда по одиннадцать столбиков. Я вам предлагаю сразу отсчитывать 33 столбика без накида. Поэтому начинаем отсчитывать первый столбик, второй, далее в третью петлю три, четыре, пять, тридцать один, тридцать два и тридцать три. Все, закончили провязывать 3 ряда по 11 столбиков. И теперь, начиная с 13 ряда, мы продолжаем делать убавления. То есть вяжем 9 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И теперь делаем убавления. Как всегда, я делаю это за передние стеночки. У нас после этого ряда снова сократилось на 1 петельку в ряду, поэтому по кругу у нас сейчас 10 столбиков без накида. Мы сейчас 14, 15, 16 ряд, то есть снова 3 ряда, вяжем по 10 столбиков без накида в каждую петлю по столбику по кругу. Поэтому я вам предлагаю снова 30 столбиков начать отсчитывать с первого столбика или с первой петельки. То есть 10 рядочков, 10 столбиков по каждому ряду. 3 ряда по 10 столбиков. Вот так вот, я немножко запуталась. Итак, отсчитываем 30 столбиков без накида в каждую петлю по столбику, 3 круга. Первый, второй, третий, четвертый столбик, далее 5, 6, 27, 28, 29 и 30. Связали 3 рядочка. Теперь снова мы, получается, в 17 рядочку по счету должны убавить петельку. Провязываем 8 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее делаем убавление. Снова убавили петельку, у нас получилось на одну петлю по кругу меньше. Значит, по кругу у нас сейчас 10 минус 1, 9 столбиков без накида. И нам осталось довязать всего лишь 3 ряда по кругу, 9 столбиков без накида. То есть 9 на 3, 27 столбиков. Я буду сразу отсчитывать 27 столбиков. Итак, в первую петлю первый столбик, в следующий второй, 3, 4, 24, 25, 26 и 27. Первый столбик или в 28, если по счету. Делаем соединительную петельку или соединительный столбик. Вытаскиваем ниточку. Оставляем для пришивания. Отрезаем. И вот получилась у нас вот такая верхняя лапка. То есть, как и нижняя, она немножечко имеет такую вот расширенную формочку в начале. Вот эту ниточку мы тоже можем отрезать, она нам больше не нужна. И тоже делаем вот такие детальки, две штучки. У нас, в принципе, все детальки уже собраны. Все связаны. И нам осталось их только сшить между собой. Сшивать их очень просто. Поэтому берем, пришиваем голову к туловищу. Я буду смотреть, чтобы у меня вот этот шовчик был под лапкой. То есть, не сзади, не спереди. А вот так вот под лапкой. Теперь же пришиваем глазки. Глазки, я вам уже говорила, немножечко нужно будет наполнить. И пришиваем их вот так вот в голове на расстоянии подальше друг от друга. То есть, чтобы еще красивенько смотрелась улыбка на фоне этого всего. Опять же, глазкам нам нужно будет пришить зрачки. То есть, вот такая вот сборочка будет у нас. И уже затем по ходу к туловищу пришиваем нижние лапки, которые побольше, верхние лапки и так далее. Я уже думаю, что вы сами самостоятельно сможете справиться. По желанию, вы можете наполнить полностью лапки, ножки, ручки. Можете только основку, это я вам уже говорила. То есть, там, где расширенные части. Здесь уже на ваше усмотрение. Насколько вы хотите, чтобы она была мягкой, нежной. Либо более упругой. То есть, если для сна можно ее не наполнять. Если игрушка, как говорится, для играться ребеночку в ходе дня, то, соответственно, можете наполнить полностью сон. Осталось, в общем, нам ее собрать. Осталось за малым. Включайте фантазию. Можете, по желанию, украшать разными бусинками, ленточками. В общем, начинаем сшивать детали. И вот, после того, как мы перешили все детальки, получаем вот такую замечательную лягушечку. По желанию, как я вам уже говорила, можно завязать атласную тоненькую ленточку на шее. Можно сделать носик какой-то вышить. Какие-то бусинки, пуговички пришить. Допустим, если вы хотите девочку, то где-то на расстоянии первого цветного красного ряда можно провязать ряд за задние петельки. То есть, за заднюю стеночку ряда петелек. И можно за переднюю потом сделать какие-то рюшечки. То есть, сделать здесь юпочку довязать. Но это, в общем, по желанию, как вы считаете нужным. И, опять же, включайте свою фантазию. Получилась довольно-таки миленькая, на мой взгляд. Вот, получилась такая замечательная сплюшка. Я ее делала не тарахтушку. Вот, по желанию, можно, еще раз повторюсь, сделать тарахтушку. В голову вложить какую-то пищалку, либо какую-то кнопочную звуковую штучку. То есть, там, чтобы говорила, там, I love you или еще что-то такое в этом роде. Опять же, можно в конечности лапок вложить линго-бусины можжевеловые. В глазки можно бусинки сделать такие более грызунки. Ну, это, опять же, все зависит от вашего желания. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Конечно же, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.